До очередных международных соревнований у Юрия Пенегина времени еще предостаточно. Но даже будучи дважды чемпионом мира по самбо, среди ветеранов мужчина продолжает упорно тренироваться. Надо держать себя в постоянном тонусе и показывать положительный пример детям, которые занимаются в Дюшикар. Я вижу молодежь здесь, они же все тут глазами горящими смотрят. И подсказываешь им, когда, конечно, что-то где-то они не так делают уже. Им это приятно. Для того, чтобы стать дважды чемпионом мира несколько лет назад, Юрию пришлось полностью изменить свой подход к образу жизни. Мужчина раз и навсегда попрощался с пагубными привычками, упорядочил свое питание и несколько раз в неделю проводит интенсивные тренировки. Мне нравится это. Это как хобби для меня, например. Кто-то ходит на рыбалку ездит, кто-то с машинами ковыряется. Мне нравится бороться. В свое время, в молодости мы не успели это все захватить в полном объеме. А сейчас и, во-вторых, это позволяет мне держать себя в форме всегда нормальной. По словам Юрия, самбо – русский вид борьбы. В мире больше распространено дзюдо. В основном соперники на турнирах – это либо выходцы из стран бывшего Советского Союза, либо спортсмены, с которыми работают русскоговорящие тренеры. Чемпионаты мира по самбо ежегодно привлекают все больше участников. В Марокко, вот я посмотрел, например, там очень сильные оказались борцы. Я вот не думал, что у них это. То есть у них уже ребята есть, которые золото занимали на этом чемпионате. Из Камеруна в этом году приезжали ребята, очень хорошо боролись. Как признался Юрий, победу на чемпионате мира в Касабланке досталось ему нелегко. Одним опытом выиграть невозможно. Перед финальной схваткой борец просмотрел все бои своего соперника, учел его сильные и слабые стороны и правильно выстроил стратегию и тактику встречи. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба Новосейсеров, 24.